Дорожные знаки, разметка светофоры и камеры видеофиксации. Правильно ли они установлены и способствуют ли безопасности дорожного движения на Московском шоссе? Этим вопросом задались активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники областного ГИБДД. Совместный рейд охватил несколько километров трассы от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Именно на этом участке чаще всего нарушают правила водители. Фиксируют нарушения фото и видеокамеры. Они установлены чуть ли не на каждом столбе по обеим сторонам Московского шоссе. Ежедневно под прицел автоматизированных комплексов фиксации правонарушений в регионе попадают порядка 10 тысяч нерадивых водителей. Среди нарушений превышение скорости проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию. Автомобилистам приходится платить крупные штрафы. Некоторые водители пытаются их обжаловать. Большое количество жалоб приходит от автомобилистов. То есть по фиксации правонарушений сообщаются о том, что знаки перекрывают друг друга и видимость знаков не соответствует нормативам. Либо соответственно светофоры, как-то светофорные объекты, может быть, работу не своевременно фиксируют. Но опять же мы разбираемся в этих всех моментах. Полицейские минимум один раз в месяц проверяют работу видеокамер, смотрят за состоянием разметки и наличием дорожных знаков и устраняют нарушения. Если штрафы водителям пришли неправомерно, такое бывает, когда настройки камеры сбиты, их можно не платить. Но в этом случае штраф нужно оспорить в областном ГИБДД. Если участники дорожного движения не согласны с правонарушением, то они имеют законное право в течение 10 дней после получения постановления обжаловать. А можете обратиться, соответственно, к нам на Красноармейскую 135 в часы приема. Мы рассмотрим эту ситуацию. Все выявленные недочеты по дорожным знаком, светофорам и камерам наблюдения на московском шоссе активисты ОНФ направят на рассмотрение собственнику дороги, то есть в областной Минтранс, чтобы там в кратчайшие сроки устранили все нарушения и обеспечили безопасность движения. Такая работа ведется постоянно. Уже привели в порядок разметку и пандусы. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.